Томский школьник написал Дмитрию Медведеву открытое письмо. Меня зовут Сергей Чайковский, и я являюсь волонтером Томского штаба Алексея Навального и членом общественно-политического сетевого движения «Открытая Россия». Как вам известно, 2 марта 2017 года на сервисе YouTube Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование под названием «Он вам не Димон». Данный фильм был посвящен вам и вашей деятельности. Фонд борьбы с коррупцией утверждает, что вы с помощью своих доверенных лиц смогли выстроить преступную схему, основанную на некоммерческих фондах. В начале марта я также успел ознакомиться с данным фильмом и полным описанием расследования на сайте ФБК. Там сказано, что общая сумма ваших преступлений примерно равна 70 миллиардам российских рублей. Руководитель ФБК Алексей Навальный в середине марта анонсировал по всей стране митинги в поддержку требований расследовать факты коррупции высших должностных лиц России. В городе Томске я помогал с проведением данного митинга. Наверное, в этот момент вы задаетесь вопросом, зачем молодому парню нужно все это. Хороший вопрос, Дмитрий Анатольевич. Сейчас мне 18 лет. Хоть я совсем молод, но поверьте, за свою жизнь я видел многое. Кроме самого главного в демократическом государстве. Это сменяемости власти. Сейчас в нашей стране не самые лучшие времена, и в этом отчасти ваша заслуга и Владимира Владимировича. Нет, я не хочу обвинять вас во всех бедах и говорить, что вы во всем виноваты. Совсем недавно пенсионер Виктор Смирнягин из Томской области отправил вам денежным переводом свою прибавку к пенсии в размере 60 рублей. Но вы отказались принять перевод. Знаете, некоторые обвиняют меня в том, что я делаю все это ради пиара. Хоть это не так, но люди имеют право на это мнение. Но никому в голову не может прийти, что Виктор Смирнягин отправил вам перевод в размере 60 рублей, чтобы получить какую-то известность. Сделал он это чисто из-за того, что это просто издевательство, когда нашим пенсионерам прибавляют каких-то 60 рублей. Эти люди всю жизнь работали на благо нашей страны. Они работали, чтобы вы и ваши коллеги могли сейчас летать на личных самолетах и выкладывать крутые фотографии в Инстаграм. Но что сейчас правительство делает для пенсионеров? По факту это какие-то 60 рублей, на которые даже таблетки нельзя купить. Что правительство делает для страны? Вводит курортный налог? Передает Исаакиевский собор РПЦ? Преследует геев в Чечне? Или может быть расхищает бюджет на зенит-арене? Сейчас ваше правительство всеми силами старается удержать власть при себе. Я понимаю, очень сложно уйти от теплого места, но время приходит, Дмитрий Анатольевич. Наверное, на этом моменте вы думаете, что за экстремист вам пишет. Но нет, я далеко не экстремист и один из многих истинных патриотов своей страны, которые больше не смогут смотреть на все ваши преступления. Это письмо я пишу специально в преддверии 9 мая. Ведь это великий праздник. 72 года назад мы победили страшного врага и спасли весь мир и нашу страну. Сейчас у молодого поколения стоит очень сложная задача – спасать страну от того, что вы натворили за время своего правления. Дмитрий Анатольевич, если вы истинный патриот своей страны, если вам важна дальнейшая судьба России, то я прошу вас подать в отставку. Но это еще не все. 13 апреля я подал заявление в СУ СК РФ в Потомской области о том, что вы, возможно, совершили преступление по факту коррупции в особо крупном размере. Но следственное управление отказало мне в проведении проверки вашей деятельности. Сейчас я собираюсь обжаловать это решение и добиться проведения независимого расследования вашей деятельности. И сейчас, как гражданин Российской Федерации, я не прошу, а требую от вас разумных комментариев по поводу того, что вас обвиняют в коррупции. И причем это должен быть обоснованный ответ, а не наподобие компота. Надеюсь на вашу искренность. Сергей Чайковский, ученик 11 класса Русской классической гимназии номер 2.